всех приветствую сегодня у нас ребят будет на прохождении я надеюсь игра от джонгурова нашего любимого всеми автора который любил делать очень интересные игры и ребят сразу чтобы меня сто раз не спрашивали по поводу у youtube чека никуда я с youtube уходить не буду тем более все во всякие там рутубы вконтактике это просто бесполезный филькин труд как говорится там никто смотреть не будет и в принципе там никто не смотрит какие-то видосы по играм и прочее то есть это бесполезная идея а из хороших новостей ребят youtube youtube блокировать не будут не верьте вот этим слухам ничего никто блокировать не будет я сегодня посмотрел очень интересный видос где все там разжевали технически то есть все будет хорошо но в худшем случае просто скорость будет медленнее это в худшем случае ну проблему пока решают то есть там google решает проблему общем и у нас по идее хотят решать но посмотрим ребят так ну давайте начнем в общем здесь цель игры как было написано в описании пролететь куда-то надо пролететь ребят ну я уже понял как я уже понял как тут играть я сначала когда брался за эту игру несколько раз я не понял правил теперь я правил игры правил игры понял точнее правила геймплея и у меня по идее должно получиться посмотрим вот что не надо в этой игре делать вот что точно не надо делать нельзя лететь по правой стороне ребят только по левой стороне летим обязательно по левой и всех фигачим ну как то так вот рекорд 5000 но я догадываюсь что что значит 5000 я догадываюсь что это цифра означает будет видно так упоролся да это плохо здесь управление очень немного корявое здесь я даже кнопку не нажимал она уже как-то сработала сама по себе неожиданно ну ладно тут проблема именно и не в самой сложности игры а вот именно с очень веселым управлением оно тугое вот и нажимаю влево а самолетик только через пол секунды срабатывает какие-то дикие задержки тут в управлении ну наверно так было задумано автором потому что многие писали комментарии что игры от джунгрова непроходимые кто-то вообще писал что ни одну игру не смог пройти от него ну я уже не одну игру прошел по моему даже две или три и да здесь вот так вот лучше вот так не строчить очередями здесь надо очень аккуратненько так вот по несколько пулик выпускать вы увидите почему игра просто немножко нанервная такая вот да есть такое дело что игра немножко нервная но игры от джунгрова по моему все нервные особенно вот это про подводную лодку ой не про подводную лодку там про катер вот эта игра была но катеры ребят честно ее пройти невозможно катер вообще непроходимая игра именно если честно в нее играть там с лимитом жизни с лимитом жизни ты ее не пройдешь вообще никак вот это пикает вот это пикает вот это пиканье оно означает что я набрал тысячу тысячу очков каждую тысячу очков будет вот это пиканье происходить один раз биппер кошмар управления кошмар просто а я изначально когда играл в эту игру я по всем сторонам начинал летать и меня все время сбивали вот эти стримители а вот как то вот в левой стороне они меньше всего тебя могут зацепить то есть могут но очень редко получается так поиграл немножко потренировался уже да тут главное вот не тормознуть еще и стрельба тоже работает так и весьма криво не всегда с одного раза ну как целица я тоже понял то здесь хаотично стрелять тоже не совсем вариант правильный так вот по чуть-чуть пострачивать и тогда можно будет забивать их пачками как бы вот эти встречные тоже за них по 10 по 10 ну короче здесь за все дают по 10 очков за любые истребители что те что эти и я вот как понимаю у джингурова все люто ребят заскриптовано вот у него игры в плане сложности заскриптованы то есть на случайности не бывает ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну но это было рядом это было рядом нет игра больше напоминает советские электронные игры вот типа ну погоди там где ты тоже по приемной схеме играешь по системе только это в цвете и на быкашке а ты 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 ведь блин управление ну такое же уродливое ну кошмарное просто управление ну хоть звуки не бесят хоть звуки тут еще более-менее не сильно бесючие как то вот так вот мы отстреляли ну-ну-ну-ну-ну ты смотри проскочил видите почти цепляет но не цепляют почти цепляют а по правой стороне если идти же там все сразу же мясо там бесполезно и это как то вот просто ребят сейчас на airgames был на сайте и пересматривал игры леталки вот три страницы и три страницы там сколько игр наверно 30 или 40 леталок я точно их проходил уже там просто те что не проходил это клоны то есть или с бесконечными жизнями или и измененная графика то есть то же самое нет смысла их как бы играть я должен нашел клон игры непобедимый там другое название на как-то звездный что-то там звездный какой-то называется не помню чё кто ребят в курсе вот этот клон непобедимого он тоже недописанный потому что игра непобедимая она была непобедимая в прямом смысле она была ее пройти нельзя было у нее конца нету на каком-то месте помнит игра вообще зависала даже ну почти трешку набили вот если б не первую жизнь я слил так неаккуратно но опять таки все из-за управления у меня такое чувство что здесь надо пробить вот этот рекорд у меня прям стойкое такое ощущение а ты как проскочил на хитрая ну ребят пока играю вот насчет ютубчика опять таки нет смысла волноваться никто там ничего закрывать не будет это тем более google не будет там им это смысла нету вот у нас да у нас по факту сами провайдеры понижают скорость ну как магистральные вот эти вот не сами местные провайдеры именно магистральные провайдеры вот они скорость режут хороший видос но человек грамотно все объяснил там с фактами и там с комментариями о от самих вот этих провайдеров там были почему-то этому человек уверен но слишком слишком грамотно все красиво было объяснено а не то что вот на сайте вот этого rostelecom или что там да его самого там какая-то была вообще хинея написано замедляется скорость из-за серверов кэша а почему сервера кэша не работают их можно обходить их эти сервера можно обходить вот там проблема именно в том что не хотят пускать ютубчик через вот эти магистральные запасные линии они есть эти линии есть ну по какой-то причине по какой-то неведомой причине не хотят туда нас пускать но будем ждать ну вот я через VPN захожу все отлично работает 4 даже к видео смотрю можно и через прокси заходить и через VPN кому как удобно то есть именно не браузерный VPN а нормальный то есть который работает на весь комп ну а иначе просто ну нет смысла браузерные VPN они перегружены и сами по себе уже на них скорость никакая там даже если скорость есть будут лаги пинги и прочие радости то есть стримить через него однозначно не получится ух ты я уже 4500 набил ребят смотрите как заболтался опять-таки игра не сложная вот если понять правила я вот тоже в какой-то игре там от дженгурова не мог сначала понять правила как вот эти шарики проскакивать там были шарики очень надоедливые их надо было головой отбивать и я не знал и думал что они будут убивать по голове когда падают почти почти даже не мажу то есть фактически все и вся игра по идее должна проходиться с одной попытки если так сильно потренироваться хорошо блин я представляю когда люди по правой стороне летали как же ребят меня бомбило вот от этой игры а все что ли полковник ну что ребят мы прошли эту дичь так что не говорите что игра дженгурова непроходимый главное главное знать правила здесь у игры дженгурова очень специфические правила игры конечно немножко дубовые но в принципе поиграть можно ну нормальная в принципе игра не тупая чисто на очки, на реакцию, на соображалочку так что ребят вот победа у нас пять косырей мы налупили и игра сейчас скорее всего пойдет по кругу ну сейчас посмотрим да ребят игра пошла по второму кругу нет смысла уже играть с вас обязательно лайки, комментарии пишите что вы думаете что вы хотите увидеть на экранах какие игры а я на этом закругляюсь всем настроение заходите ребят ну и так между слов кто ребят желает поддержать канал рубасиком было бы совсем замечательно просто было бы круто